Застывший в фарфоре цискоридзе и знаменитые дягилевские русские сезоны. Это и многое другое, по сути, вся история отечественного балета, представлена на выставке, которая открылась в Тверском краеведческом музее. Предприятие, которое предоставило для экспозиции свои экспонаты, также является гордостью всей России. Все подробности в нашем следующем материале выпуска. Выставочный зал Тверского краеведческого теперь является собой какой-то микс музея и театра. А все потому, что здесь открылась новая выставка – балет в фарфоре, на которой можно полюбоваться шедеврами знаменитого Петербургского императорского завода. Экспозиция с таким названием не случайно прибыла в Твере накануне новогодних праздников. Ведь, например, один из самых известных балетов – «Щелкунчик» – прочно ассоциируется у всех с Рождеством. Новый год, Рождество, и вот сквозь историю балета, а балет и фарфор – это, наверное, такие два самых известных символа не только Санкт-Петербурга, но и всей России в мире, мы решили рассказать немножко об истории русского фарфора. На выставке экспонируются работы блестящих мастеров 20 века – Серафима Судьбинина, Веры Мухиной, Анны Яцкевич, а также современных художников и скульпторов императорского фарфорового завода – Татьяна Афанасьева и Галина Белаж, Владимира Богданова и многих других. При этом некоторые работы расписаны самим Михаилом Шемякиным. Ну и, конечно, везде здесь сплошной балет. Вот целая витрина посвящена знаменитым дягилевским русским сезонам. А вот сам Николай Цискоридзе. Словом, действительно необычная для Твери выставка. Весь предметный ряд императорского фарфорового работы находится в Эрмитаже, и поэтому само по себе наличие его в колесе Эрмитажа о многом говорит. Мы хотели показать нашим жителям, что такое фарфор, что такое уникальный фарфор, потому как история этого завода – это практически 300 лет истории России. Показать искусство. Эта выставка имеет для Тверского музея ещё одно важное значение. До сей поры в здешней коллекции не было ни одного образца продукции петербургского императорского фарфорового завода. И теперь это досадное недоразумение исправлено. И в коллекции появилась вот точно такая скульптура, сделанная по модели 1913 года и изображающая известную русскую балерину Татьяну Корсавину. Тем временем Тверь, ну и, конечно, сам краеведческий музей, произвели большое впечатление и на руководство императорского фарфорового завода. Поэтому петербуржцы уже подумывают привозить свои шедевры в Верхневолжье на регулярной основе.